ДТП От пациента ДТП 2011 год, 2 недели ИВЛ, 2 недели реанимации, травматологическое отделение 2015 год, хромота на правую ногу 2017 год, диагноз ПЦП, бурденка, милопатия Боли в ногах, шеи, спине Несколько больниц по различному профилю, подготовка к операции в ней и неврология 12 дней в непрологическом отделении Поставлен диагноз ВПРС Только по МРТ и неврологической симптоматике Отказ анестерологического отделения в сопровождении операции 2018 год, ФГБУ, ПНБЦ, Бурназяна Операция декомпрессивная ляминопластика Успешная Боли вернулись через месяц Период реабилитации прошел в неврологическом отделении ГКБ имени Буянова Пульс терапии с побочкой без эффекта Заявлен диагноз РФ-РС 2018-2020 годы Попытки снять диагноз и проходить лечение по профилю неудачны Требуется сдача анализа, но олигоклональные антитела Не вижу смысла, так как верификация может быть некорректной Хожу своими нагатами без приспособлений, без проблем езжу на машине Никаких двоений в глазах, дезориентации, потери памяти, обмороков не наблюдается Боли постоянные в спине, ребрах, плече, шее, низ черепа в задней части Трудности с дефекацией Не имеют ноги, особенно правые Со временем данные симптомы нарастают По КТ определяется перелом душки Заключение По МРТ пациента 52 лет Дата исследования 25 мая 2020 года При МРТ головного мозга в аксиальной, корональной и сагитальной проекциях Получено изображение структур мозга по Т1 и Т2 в разных последовательностях Найдены единичные периферические очаги демилинизации Наибольшие в правой лобной доле 15 на 9 мм А также множество перевентрикулярных очагов и лейкомаляция Часть очагов типичные старые бляшки Другие переваскулярные с признаками активности на ДВИ И со слабым контрастированием по периферии Желудочковая система сформирована правильно Начальная гидроцефалия с невыраженной лейкомаляцией Мелкие интро-териальные очаги в височных долях и мозжечке Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы Охватывающая и верхняя мозжечковая цистерна слегка расширены Срединные структуры не смещены Гипофит Высота 4,7 мм Диафрагма седла вогнутая, структура обычная Патология моста мозжечковых углов не выявлена Патология орбит не определяется Ствол мозга хиазмально-селярная область без МР признаков патологических изменений В проекции моста мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон Симметричны, не утолщены Аномалии развития коры не найдены, архитектоника сохранена Миндаль на мозжечка расположен на уровне большого затылочного отверстия Просвет позвоночного канала не смещены И ста в правой верхней челюстной палочке Таким образом имеются признаки рассеянного склероза Возможно РР, РС с учетом клиники в фазе активности Заключение по МРТ пациента 52 лет Дата исследования 25 мая 2020 года При МРТ шейного отдела позвоночников с агитальной и аксиальной проекцией Найдена конкресценция C5, C6, C7 Видны артефакты от винтовой металлоконструкции после декомплексионной ламинопластики Шейный лордоз несколько выпрямлен Выявляются признаки остеохондроза в виде неравноверного снижения интенсивности сигнала На T2V от межпозвонковых дисков C2, C6 со снижением их высоты Граевые, костные, заднебоковые разрастания с сужением межпозвоночных отверстий Из тезов не отмечается Диаметр позвоночного канала на всем протяжении обычный Диффузионная грыжа диска C7, T1, 3 мм Анатомическое соотношение в позвоночном сегменте C1, C2 сохранены Зуб аксис расположен в средину Суставные щели в атланто-осевом суставе симметричны Очаги спинного мозга на уровне C1 и C4 Контрастирование не отмечается Миндаль на мужичка располагается на уровне большого затылочного отверстия Без признаков пролобирования их просвет позвоночного канала Заключение Состояние после спондилоза металлической конструкции Остеохондроз, спондилоз и спондилоофтроз Очаги демилинизации в спинном мозге Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин АВ Вопрос пациент Конечно, это трагедия, но хотелось бы увидеть хотя бы снимки с экрана указанных очагов До этого были совсем другие области поражения Не хочется спорить с вами, но многие доктора, специалисты в области неврологии говорят несколько другом Скриншоты, пожалуйста, спасибо Ответ профессора Холина АВ Так можно много скринов сделать, но эти вполне убедительные Контрастирование слабое по периферии отдельных очагов Но, вероятно, если бы дозу контраста увеличили, они бы стали ярче Мешают артефакты НАСА гитальных контрастных Т1В Диффузии однозначно выражены К сожалению, нет аксиальных Т2В Через очаги с спинном мозге По нью-йоркским критериям РС не вызывает сомнений Об активности в данный момент еще можно спорить Но при внимательном анализе она есть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диффузии Субтитры создавал DimaTorzok Диффузии Диффузии Диффузии